Ирочка, такая неожиданная идея, честно говоря. Кому она пришла в голову? Это идея Дарьи Костиной, моей коллеги. Мы с ней вместе курируем этот проект. Старший научный сотрудник отдела современного искусства. И она однажды, в общем, пришла с такой идеей, давай сделаем просунку, выставку. Сначала это было очень странно, как-то так я опешила, но потом Даша, в общем, рассказала, насколько эта тема может быть перспективна и потенциальна. И мы начали подбирать работы и, действительно, открылось гораздо больше, чем лежит на поверхности, чем просто изображение сумок, например, ну или какие-то атрибуты сумок. Начали появляться идеи о том, как везти сами сумки, авторские сумки. И что, действительно, когда так прицельно думаешь и вспоминаешь о художниках, сразу много чего появляется. Появились ЖКП, Алиса Горшенина, Букашкин, конечно же. И тема оказалась очень ёмкой и очень в определенном смысле критичной, потому что здесь есть и работы, которые посвящены какому-то современному уровню консимеризма, потребления и вот этим таким социальным проблемам, которые возникают при разговоре о сумке, как атрибуте повседневной практики товарно-денежных отношений, покупок вечных, экологические темы. Оказалось, тема не просто, скажем так, декоративная или какая-то, а достаточно ёмкая и многогранная. Вот, честно говоря, я когда шла, я тут представляла, что будут просто картины из собрания музея, где присутствуют сумки. А тут, смотрю, старые знакомые из ГЦСЕ, из культурного транзита, то есть тут много ещё и не музейных вещей. Да, это очень важно для нас. И это не первый наш проект, где мы объединяем музейную коллекцию и работу современных художников. На мой взгляд, это очень важный шаг вообще к актуализации музейного собрания и актуализации тех произведений, которые давно уже всем знакомы или все уже привыкли к их контексту, к тому, как они демонстрируются, в какие истории они включаются. И мы хотим, в общем, эту коллекцию оживить, потому что нам кажется, что в музее огромное количество очень классных, интересных работ, которые при определённой, скажем так, компоновке, при определённых диалогах, при определённых таких тематических ракурсах начинают раскрываться, начинают говорить о чём-то чуть большем, чем мы привыкли от них услышать. Поэтому, конечно же, современное искусство и искусство советское, и искусство наивное, как здесь у нас появляется, всё вполне вместе существует органично, и современные работы для нас тоже очень важно вводить в проекты музеями, потому что у нас есть отдел современного искусства в музее, и мы хотели бы, чтобы и коллекция нашего современного искусства, уральского искусства пополнялась. И музей подобными выставочными проектами не только, конечно, целен на какие-то расширения своих коллекций, но и на расширение контекста, в котором существуют современные актуальные художники, что они не в беспоздушном каком-то пространстве, что у них есть некие какие-то традиции, или, не знаю, какие-то нити, которые их связывают с предыдущей эпохой, какие-то очень интересные параллели или связи. И изучать актуальный процесс тоже очень важно по выставкам и по каким-то вот таким проблемным тематическим компоновкам работ. Для нас это очень интересно, захватывающе всегда, всякий раз, и увлекательно, и я надеюсь, что зрителям музея тоже нравятся подобные эксперименты, как и нам. Мы хотим и нашу публику и омолодить, и ту публику, которая уже сформировалась, как-то необычный музей показать. Поэтому вот такое сопоставление классики и современности, поэтому, мне кажется, очень интересная такая питательная цель. Ну вот я замечаю уже второй Ваш проект, в котором очень такая тесная взаимосвязь со зрителем. Да, у нас ещё была выставка лично для каждого, но там, может быть, эта связь была более робкая. Был большой проект «Передавая передового» настройки новой жизни Урала. Это был исследовательский проект, и мы его полностью делали с командой художников современных. И сейчас, да, что-то несёшь. Ну, выставки вот на стыке разные. Ещё у меня такой вопрос. Ну вот те художники, которые здесь участвуют, они, видимо, с удовольствием свои работы предоставили. А пылили у Вас в планах какие-то художники, какие-то работы, которые не попали вот в этот проект? Ну, конечно, мы вынуждены ограничивать свои желания и какие-то фантазии размером этих залов. Ну, про финансирование, конечно, смешно говорить, но это тоже фактор такой прагматичный всегда существует. Вот. На самом деле, тема очень широкая, обширная, её можно очень по-разному разбивать в разные стороны. И есть много замечательных художников и за рубежом, и в России, и в разных городах, которые с этим мотивом сумки или с этим элементом, или с самим объектом сумки работают. Нет, ну хотя бы в рамках нашего города. То есть здесь вы всех охватили. Ну, по крайней мере, о тех, о ком мы вспомнили, и кого нам захотелось привлечь, все согласились. Никто не отказывался. Это хорошо. Спасибо большое. Спасибо.